Свобода, это когда мы ограничены рамками Слова Божьего. У Божьей свободы есть рамки. Свобода согласна Богу, это не для того, что мы хотим. А у людей именно такое понятие есть. И когда человек вкусил запретный плод, результат, он стал как Бог. То есть он стал теперь определять свободу, или определять, что хорошо и что плохо, согласно своему усмотрению. То есть для меня, я считаю, что это правильно. Теперь человек, он скажет, есть то, что Бог говорит правильно, Бог говорит, что семья, это мужчина с женщиной, а теперь мудрость, запретный плод говорит, нет, так же мужчина с мужчиной, это тоже семья. Женщина с женщиной, тоже семья. Вот что приводит, когда искаженный, и человек думает, что он свободен. Вот что дало нам запретный плод. Поэтому иногда, знаете, ты с кем-то говоришь, Библия говорит, ну что мне Библия? Результат запретного плода, и все. То есть человек придумает свою свободу, которая будет угождать, или же которая будет потакать, да, так можно, да? Потакать его действием. И он подстраивает Слово Божие, так, чтобы совпадать с тем, что он хочет. Не он подстраивается, но он подстраивает Слово Божие, чтобы ему было хорошо и выгодно. Вот к той свободе именно люди пришли. Но Божья свобода. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это не означает, что мы можем делать все, что хотим. Свобода Божия имеет ограничение. Свобода Божия ограничена рамками Писания. Можно амин? Свобода Божия ограничена рамками Писания. До тех пор, пока мы будем в пределе этих рамок, Богом предначертано, мы свободны. Вот, что Бог подразумевает под свободой. Значит, если мы будем в этих рамках, значит, наше мышление, мы будем действовать или искорить из того, что в этих рамках находится. То есть, в рамках Его Слова. Потому что мы иностран находимся. Вне Слова Божия. Ту свободу, которую мы называем. Если оно нарушает Слова Божия, это не свобода. Это прихоть. Или похоть. Амин. Познайте истину. И истина зилит вас свободными. Другими словами, истина вернет вас в рамках Слова Божьего. Как в Галатах написано, Галат 5.1. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И не подвергайтесь опять игру рабства. О чем? Стойте в этой свободе. То есть, стойте теперь на этой территории Слова Божьего, куда Он вас поместил. И не выходите снова за рамками этой территории. Амин. 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 Так что, познайте истину. И истина освободит вас. В притче написано, 23.7. Каковы мысли в душе его, таков и он. Речь идет о человеке. Если можно перефразировать, можно говорить так, что мысли человека определяют ход его жизни. То есть, какие мысли у него, так в душе его, таков и он. То есть, да, мысли человека именно определяют в дальнейшем его ход. Как говорят, там, по всей этой мысли, потом на том, мы знаем эту историю, потом, в конце концов, будет именно действие. Но Писание говорит нам, 2 Коринфянам, 10 главу, 4-5 стих, чтобы мы пленяли всякую мысль в послушании к Христу. чтобы теперь мы начали пленять, то есть, у нас есть мысль. Речь не о том, что мы будем совершенными в своих мыслях. Нет, мы люди, мы еще на земле. Аминь? Поэтому мысли будут и нехорошие, и хорошие. Но, чтобы с каждым днем мы могли обновлять их, мы могли менять их, чтобы из негативизма становиться позитивизм, чтобы из каких-то извращенных приходили чистые, чтобы из каких-то ненужных мыслей просто их выкидывали просто. И это процесс. Это процесс длиной всей жизни. Потому что от того, как человек мыслит, точно так же со временем и его жизнь идет, точно так же он начинает себя оценивать. И по поводу оценки, если взять в общем, есть три. Человек или себя недооценивает, или человек себя переоценивает, или человек себя правильно оценивает. Переоценивать человека, это тщеславие, это гордость, это, как на французском говорят, «le machu vu», как на русском перевести, «le machu vu», ну как, «посмотри на меня». «le machu vu», как бы, а сегодня молодежь, там они, такие вещи. То есть, человек себя переоценивает «не, это не, я не достоин, не, 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 ты смотри, ты человек, какой я человек, я собака». простите, саму вышло, так я не думал. Я просто, не, 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 я не, 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 смотри, то есть, человек себя недооценивает. И есть то, как правильно, то есть, когда человек на себя смотрит, то, как Бог на него смотрит. Аминь? Вот это и есть правильно, когда мы смотрим на себя точно так, как Бог на нас смотрит. И это все результат, что человек переоценивает себя, себя недооценивает, или правильно, это результат той информации, которую мы получаем извне. Воспитание, в детстве это родители, через время это общество, в котором мы находимся, или круг там, где мы вращаемся, или же то, что я прошел по жизни, какие-то обстоятельства, какие-то трудности и так далее, они могли меня или сломать полностью, что я себя считаю вообще, я жив еще, мне вообще даже не достоин жить, я даже не достоин жить. То есть, я никто не что в этой жизни, я просто всех провожаю, я на этой жизни живу, чтобы я провожаю и так далее. Просто обстоятельства, которые были по жизни у этого человека, настолько задавили его разум, мышление, что он теперь себя ассоциирует, или же олицетворяет себя с ними и считает себя вообще не достоин ничего в этой жизни. Или же воспитали слишком хорошо, слишком гладили, что он думает, что он везде королл. Потому что родители пылинки снимали постоянно с него. И он в школе приходит, он хочет, чтобы с него тоже пылинки снимали. Приходит в церковь, хочет, чтобы все тоже вокруг него так пылинки снимали его. Вы понимаете, вот? Вот грант. Но есть то, как Бог смотрит на тебя, есть то, как Бог смотрит на меня. Именно правильная оценка, правильная самооценка, это то, когда мы на себя смотрим, когда мы воспринимаем себя точно, как Бог нас воспринимает. И все это зависит от информации. Поэтому важно, как Библия говорит в Римлянам, в 12 главе, чтобы мы обновляли свой разум посредством чего? Сериалов. Много обновить сериалами. Но иногда так кажется, говорящих людей, они все сериалы знают. Все. Я не против, если у вас времени хватает, я не знаю, как-то умудряетесь, я не знаю. С сериалами ты не обновляешь разум, ты просто принимаешь то, как этот дух, как там передается, ты это принимаешь. Я помню, когда в СССР, когда был фильм «Просто Мария», Хуан Карлос. Ой, Боже мой. Все там, души чая, Хуан Карлос, как он красивый. Хуан, там Мария приколит, Хуан Карлос, и все, Хуан Карлос. Такая история. Или Санта-Барбара. Вы понимаете, у меня есть университет, и все там, и все, тарана, и все, куда? Я помню, Санта-Барбара началась. Улица пусто. Очень хороший город. Там никто, никто дверь не закрывает, никто дом не закрывает. Все двери там открыты, в Санта-Барбаре там был. Заходят все двери открыты, то за что туда открыть? И мы все вот живем этими фильмами. И это формирует нас. Библия говорит, что для обновления разума, Римлянам 12 главе, нужно пребывать в Слове Божьем. Амин. Пусть теперь Слово Божье начинает формировать то, как мы мыслим. Потому что от наших мыслей потом будут поступки, как в притчах мы прочитали с вами. Что какие мысли у него, таков и он. Если теперь я обновлю разум свой Словом Божьим, тогда я начну соответствовать именно новыми мыслями. Если возможно в детстве, там надо мной издевались, там еще и что, но когда я начну обновлять, я понимаю, что есть личность, которая меня любит. Есть Бог, который меня любит. Даже если мне в детстве не давали любовь. Я знаю, что есть Бог, который меня любит. И Он ждет меня постоянно. Знаете, я уже не одинок. Нам нужно обновлять. А то мы смотрим эти сериалы и потом плачем, потому что мы берем этот дух, который как этот душевный. Все они очень душевные, они все очень, знаете, меланхолики. богатые плачут. Богатые тоже плачут. Сколько их было этих все? Дикая роза. Спасибо. Я теперь вспоминаю. Пастыр, мы же думаем, что ты свет, ты прямо с неба упал. А мы-то думаем, что у нас пастыр такой, с неба прямо упал. Пастыром был. Так. Здесь тоже самое. Что же вы думаете? Тоже смотрели, тоже присели, тоже плакали. Хотя, хотя бедный был, но плакал с богатыми. Амин. Слово Божие должно обновлять теперь наше мышление. Нам нужно теперь начинать думать по-другому. Что? Как Бог обо мне думает? Что Бог говорит обо мне? Амин. Амин. Слово Божия. Слово Божия.